В России, в России, в России, в России В России для детей-инвалидов Это тупик Я внутри этой проблемы нахожусь, поэтому хорошо знаю Дети-инвалиды, которые одни, без родителей, вообще не имеют никакого шанса Детям-инвалидам, которые находятся в семьях, тянутся такие препятствия А вот господин Жириновский, наоборот, говорит, что очень многие дети мечтают жить в детских домах Да Вы знаете, я такого не слышала, но я не знаю Жириновский сказал вчера буквально Ну, я не знаю, как-то сайкью Жириновского я не знаю Ну, такого я не слышала И как-то даже странно От депутата Государственной Думы такое слышать Это шутка или где? Нет, он на полном серьезе сказал Я не могу тогда прокомментировать У меня нет слов, ну... А кто должен усыновить по ребенку, по вашему мнению? Те люди, которые принимают и одобряют этот закон А чем вам не нравится закон? Дети будут жить в России, это же хорошо У нас в России погибает, к сожалению, гораздо больше усыновленных детей, чем те, которые погибают в Штатах Плюс у нас никто не усыновляет детей В Штатах усыновляют детей, потому что им жалко детей из России У нас вы прекрасно знаете или не знаете, какая ситуация в детдомах У детей нет шанса изначально выжить Сейчас депутаты, которые одобряют и принимают этот закон Лишают этих детей этого единственного шанса на счастливую жизнь А скажите, как вы думаете, они сегодня все-таки примут этот закон? И на самом деле на что он направлен? Или против чего направлен этот закон? Да, думаю, что примут, направлен Хуже они, конечно, делают не себе, а детям и людям, которые к этому неравнодушно относятся То есть оппозиции в том числе, это направлено на нее Потому что только неравнодушные люди будут переживать И, ну, все, что могут, как бы, ответить Штатам Штатам от этого хуже точно не будет, они найдут других детей Слава Богу, они есть в Китае и в других странах А почему именно против Соединенных Штатов так направлено? Это, ну, как они называют, это симметричный ответ на акт Магнитского Как можем, так и отвечаем Мозгов у нас не хватает ответить по-другому И отвечать не за что, потому что акт Магнитский абсолютно правильно принят и был закон А мы размениваемся детьми То есть у людей абсолютно не осталось чувства, если дети, те, которые должны страдать за их ошибки В России шансов намного меньше Понятно, что у нас огромное количество детских домов Огромное количество сирот И они живут в ужасных условиях Спроса на усыновление нету По разным причинам, я думаю, и материальным, и духовным За границей, в частности, в Соединенных Штатах, конечно, таких возможностей больше И самое главное, там есть люди, которые хотят усыновить детей И они получают там лучшую жизнь и лучшую возможность А самое главное, и здоровье, и благополучие То, чего лишены здесь во многом Ну, говорят, что там за границей над нашими детьми издеваются Их там чуть ли не душат, не едят живьем Я думаю, что во всех странах в той или иной степени Бывают случаи, когда издеваются над детьми Бывают несчастные случаи И бывает даже, наверное, жестокое с ними обращение Но за этим следят местные органы и винильная юстиция И, слава богу, она там развита гораздо лучше, чем у нас Не говоря о том, что у нас, конечно, таких случаев Издевательств и даже убийств Как вы понимаете, гораздо намного больше Как вы считаете, в чем настоящая подоплека этого закона? Отомстить, конечно Причем отомстить, на мой взгляд, не американцам Потому что американцы в той или иной степени найдут Кого усыновить и кому сделать хорошо В широком смысле А просто всем неравнодушным людям вместе Потому что это удар по тем, кто неравнодушен к чужому горю К чужому судьбе, к чужому здоровью и так далее А все эти люди неравнодушные Это враги власти, однозначно Потому что она живет по своим каким-то Не нравственным законам А просто размытым понятиям добра и зла Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому